Михаил Юрьевич, вот есть совсем наболевший вопрос. Вы знаете, у массы людей, мои знакомые, есть такая ситуация. В погоне за материальными целями мы часто жертвуем отношениями. То есть мы вкладываемся в работу, в развитие своей карьеры, в развитие зарабатывания денег, зарабатывания каких-то вещей. И в итоге страдает вторая часть, страдает наше отношение с близкими, страдает отношение с женой, с родителями, с детьми в конце концов. Вы знаете, вот есть такая история из моей жизни. Знакомый вкладывался в работу, построил карьеру, хороший карьер на самом деле. Но, вы знаете, стал влиятельным человеком, пришла власть, пришли силы. Оглянулся назад, жена ушла. А ребенок вырос без отца и в конце концов сказал, «Папа, ты на работе время провел все, иди дальше работать. У меня уже своя жизнь». Обида сильная на родителей. Но как в этом найти баланс? Можете вы это сказать? Да, очень важная тема. Я думаю, что большинство людей мучаются, прямо мучаются этой проблемой баланса жизни. Может быть, есть какие-то критерии этого баланса, ориентиры? Проблема в неосознанности, в непонимании, как строится само счастье, в его понятии. Это первая проблема. И вторая в приоритетах. Есть определенные приоритеты в жизни. Что является самым ценным, без чего нельзя обойтись. И дальше по иерархии все проще, проще, проще. Начнем просто с понятия счастья. Самый простой вид счастья – это чувственное счастье. Когда мы удовлетворяем язык, желудок, гениталии, глаза, услождаем слух. Такое счастье, оно есть в этом мире. И большинство людей отдаёт приоритет ему – это чувственное счастье, удовлетворение своих чувств. Второй вид счастья – счастье движения. Мы знаем, что сейчас очень многие люди увлекаются спортом, различными видами спорта. Прыгают с парашютов даже, ныряют глубоко под экстремальные виды спорта, где они получают вот это вот ощущение всемогущества какого-то. Да. Так что мы должны понимать, что такое вид счастья существует. Какое ещё существует вид счастья в уме? Когда мы размышляем, мы думаем, мы философствуем. Или мы занимаемся любимым делом. Например, музыкант, который не может не играть. Он занимается музыкой, он творит, сочиняет. Это наслаждение в уме. Есть ещё наслаждение в разуме, когда мы подключаем логику, строим грандиозные схемы по решению чьих-то проблем. Какие-то задачи. Да, тогда мы чувствуем, каким мы умны, с каким мы интеллектом. И люди прямо ощущают от этого счастье. Итак, чувственное счастье, счастье в движении. Его можно отнести к чувственному, но я его выделяю, потому что люди очень как бы падки на такой вид счастья. Третье – это вот, как я уже сказал, наслаждение в уме, искусство, живопись и тому подобное. Это рассуждения различные, абстракции. Да, дальше, когда мы наслаждаемся в разуме, когда мы такие рулим целым предприятием, мы такие философы, мы логики и так далее. И последнее ещё есть вид счастья. Это счастье удовлетворения своего эго. Это вообще очень интересная тема. Человек мечтает быть известным. Он позиционирует себя определённым образом сначала в своих мечтах и потом их осуществляет. И вот он уже президент страны. Он уже ведущий специалист. Он уже министр. Он уже, я не знаю, зам кого и чего. И он прямо ощущает вот эту вот жизнь, что он удовлетворён. И есть ещё один вид счастья, который практически недоступен в этом мире. Счастье в отношениях с Богом. И это счастье, оно не зависит от нашего здоровья, состояния чувств, кошелька и тому подобное. Но оно труднодостижимо, потому что, в конце концов, у нас есть душа. Или, правильнее сказать, у души есть это тело. И душу сравнивают с рыбой, которую, если вынуть на берег и положить в красивую кровать, всё равно не будет счастлива. Душе, получается, большинство видов счастья не нужно. Получается, да. Это подобно шофёру и машине. За машиной надо ухаживать? Надо. Шофёр должен быть здоровым. Только тогда их конгломерат, их совокупность действует функционально. Поэтому у нас есть тело, и у нас есть душа. И то, и то должно быть удовлетворённым. Теперь приоритеты. Писания говорят, что самый главный приоритет – это здоровье. Без здоровья, в принципе, вот мы даже говорить бы не смогли, если бы сильная была какая-то боль, или бы не было просто энергии для того, чтобы говорить. Или бы болели зубы, не дай бог, или голова сильно, правильно? За этим, когда у нас есть здоровье, мы думаем по приоритетам о том, что в конце концов придёт смерть. И цель жизни не должна вступать в противоречие с таким явлением, как смерть, что мы духовные существа, и для души смерти нет. Итак, здоровье, потом духовная жизнь, но надо поддерживать тело, и поэтому надо работать. А теперь, когда мы поработали, когда мы позанимались духовной практикой, здоровье, что же согреет нашу душу? Отношения. Поэтому во всех этих вещах нужно не забывать, что объединяющая и единственная, главная составляющая во всех этих приоритетах – это отношения. Отношения с Богом и с людьми, и с другими живыми существами. Если мы не нарушаем этот баланс, то тогда мы, можно сказать, находимся в гармонии с этим миром. Тогда приходит умиротворение, покой и счастье.